К нашему эфиру присоединяется российский публицист, писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот вроде бы ничего сегодня такого не случилось, чего ожидали. Путин не объявил всеобщую мобилизацию, не прозвучало каких-то угроз коллективному Западу или Украине. Про Украину он вообще не упоминал во время парада. Но все-таки какое впечатление на вас произвел сегодняшний день и выступление Владимира Путина на Красной площади? Я само выступление не смотрел, честно говоря, уже давно никаких нервов не хватает слушать эту пошлятину. Путин по поводу того, что не было мобилизации ожидаемой, Путин никогда, я почти не сомневался, что ее не будет в этот день, Путин никогда не делает то, чего от него ожидают. Он это делает в другой день и по-другому. Это его тактика давнишняя. Что касается, ну я вместе с вами слушал этот репортаж и смотрел, типовая катастрофа, типовая уже в последние десятилетия, к этой пошлости мы успели привыкнуть. Градус ее взвинчен, конечно, в связи с так называемой спецоперацией. Самое страшное в происходящем, они растлевают детей. Новое поколение растленных детей подрастает. Потом вот с этими несчастными, даже если предположить, что в обозримом будущем все это, значит, рухнет и сдохнет, Точнее, скорее, в обратном порядке сдохнет и рухнет, да, но дети-то останутся эти, одеты, да, вот выстроенные буквы ЗЮ в пилотках, вот эта жестокая дрессировка, как справедливо замечено. Переделывать потом чудовищный труд, да, надо быть даже педагогом, чтобы понимать, как тяжело потом переделывать, да, испорченные ясы, да, разорванные души по дракону, как тяжело потом сшивать эти души, как тяжело потом лечить эти души, и как легко загнать этих несмышленышей в эту ментальную катастрофу. Вот очередное поколение вырастает. Ужас, на самом деле, это настоящий ужас, это в каком-то смысле не менее трагично, чем разворачивающаяся война. С другой стороны, с детьми, наверное, может произойти так, как в советское время, что какая-то обеззаловка все-таки вызывает полное нежелание в этом участвовать, и все-таки в России достаточно сильны такие традиции анархизма уже с давних времен. Вы знаете, что тут сроки-то другие, да, потому что прежде чем пришло мое поколение, там, молодежи 70-х, на этих словах я чуть не приобрел брежневскую дикцию, потому что это уже славная молодежь 70-х, вот это вот, да, все. Вот я и был славной молодежью 70-х, понимаете, ну, к этому времени вино превратилось в уксус, это все скисло. Но, да, поколение наших отцов и дедушек, да, тем более, да, эти люди были готовы гибнуть сами и убивать за идею. Идея была живой. Сегодня мы имеем дело, к сожалению, не с аналогом Савка, а с аналогом именно нацистской Германии, с очень сильной, агрессивно подаваемой, растлевающей мозги и души идеей. И в уксус это скиснет еще через... Вот дети этих несмышленышей уже будут ухмыляться, я надеюсь, да, а эти вырастут волчатами настоящими. Очень многие из них, по крайней мере. Тут уж как кому повезет с папой и мамой, с книжными полками, но, тем не менее, тем не менее, это все очень драматично. Виктор Анатольевич, если проанализировать речь Владимира Путина, да и Александра Лукашенко сегодня, что чаще всего звучали слова Соединенные Штаты, Запад и фашизм, нацизм, точнее, нацизм, нацисты. Кого называют нацистами вот эти люди? Что такое нацизм в понимании Путина и Лукашенко? Ну, тут вы задали риторический вопрос. Черчиллю приписывается фраза, что... Фашисты лучше будут стать антифашистами. Это... Вот это и произошло, да? Он называет... Они используют... Они оседлали прошлое, у них нет никакой перспективы в будущем, у них нет никакой идеологии, собственно говоря, в настоящем. Единственное, что у них есть, это подмятое под себя прошлое, да? Они пытаются вернуть прошлое. Они не пытаются построить никакого будущего. Они ничего не могут сказать про настоящее, потому что нечего сказать. Нищета и изгойство, и позор. И провалены все эти нацпроекты, никто уже не вспоминает ни о чем, да? Ни о том, чтобы догадать Португалию, ни о том, чтобы избавиться от нефтяной зависимости. Ни о чем уже никто не вспоминает. Нету настоящего, нету будущего. Есть только прошлое, на котором они пытаются выехать в свой персональный политический рай. И ради этого все средства хороши. Они просто ругаются, понимаешь? Они обзываются. Это именно, так сказать, это не имеет никакого заведомо отношения к реальности. То есть сколько русских было убито до 2014 года в Украине за то, что они русские? Ответ – ноль. Ну, мы не знаем, эти случаи неизвестны, по крайней мере, да? Не было повода. Все это высосано из пальца. Все это создано, все это абсолютно пиаровский продукт. Все эти распятые мальчики. А вот то, что после этого последовало, это уже реальность. Я когда-то писал о том, что Эрнсту, главе Первого канала и Добродееву, им должны в страшных снах ночью являться мальчик, который 18-летний мальчик из Архангельска, который ушел добровольцем тогда еще воевать, отомстить за распятого русского мальчика и погиб. Вот конкретный русский мальчик. К вопросу о защите русских. Вот мальчик, да, подорванный пропагандой, поганой пропагандой этих негодяев, пошел и погиб. Может быть, он даже успел кого-нибудь убить. Вряд ли. А другие успели. Вот это к вопросу о защите русских. После того, как этот ящик Пандоры открыл Путин, счет погибших, в том числе русских, в огромном количестве, и от их же рук, да, от рук русских, погибших русских, идет на десятки тысяч уже. Вот и вся защита, собственно говоря. Действительно, погибших, по данным украинского генштаба, с российской стороны уже более 25 тысяч, 25 тысяч 500. Мы сегодня в нашем утреннем эфире говорили с нашей коллегой-журналисткой из Бурятии, где какое-то невероятное количество погибших военнослужащих, которые оттуда отправились в Украину на так называемую спецоперацию. И вот наша коллега говорила, что те цинковые гробы, которые приходят в Бурятию, не производят совершенно никакого впечатления на местных жителей, что они готовы точно так же поддерживать спецоперацию, поддерживать Владимира Путина. Более того, родственники погибших хоронят их как героев и говорят о том, что они умирают за Родину, умирают за наши земли. Почему даже смерть близких не производит никакого впечатления, не меняет отношение к той войне, которую Россия ведет в Украине? Ну, во-первых, меняет, разумеется, надо психологов запускать, а не социологов, во-первых. Во-вторых, стокгольмский синдром. В-третьих, поинтересуйтесь, сколько зарабатывают в Бурятии, какая там зарплата, какая там социальная обстановка, и сколько обещают за войну. Это для них отхожий промысел, с которого они надеются вернуться богатыми. Вот и все. Вот и все объяснение. А это в сочетании с стокгольмским синдромом ты же не хочешь себя чувствовать агрессором и мародером. Ты же не хочешь думать, тяжело же думать, что твой сын погиб за кооператив «Озеро» и список «Форбс», и за этого негодяя, за эту группу демагогов. Лучше, чтобы он погиб за Россию, конечно, психологически лучше, маме так лучше. И заплатят что-то, да, и так далее. Это чем депрессивнее район, обратите внимание, чем депрессивнее район, тем выше так называемый энтузиазм. Это энтузиазм совершенно циничного свойства. С одной стороны циничного, с другой стороны печального свойства стокгольмского синдрома. Объяснение сознания пытается подогнать под ответ, подогнать под ответ, который будет приемлем сознанию. Вот это мы видим в Бурятии очень ярко. Но я вернусь к цифрам. Когда я говорил о погибших русских, я имел в виду не только погибших солдат путинской армии. Огромное количество людей русских, людей русской культуры, говорящих на русском языке, да, относящихся, повторяю, к русской цивилизации. Огромное количество погибших, погибших от рук Путина. И тут счет идет уже, боюсь, так сказать, к сотне тысяч. И это все, напомню, все это начиналось и продолжается под, так сказать, под крики о защите русских. Которым было, ну, конечно, украинская администрация допускала какие-то ошибки. Но у России были огромные ресурсы по взаимодействию. Но никому не нужно было это взаимодействие. Никому не нужен был Крым, напомню, до того, как Лужкову не захотелось стать президентом, да, до того, как не потребовалась тема для раскрутки великорусского шовинизма. Севастополь, город русской славы, появился именно тогда, когда потребовалось раскрутить, да, по пиару раскрутить, так сказать, эти псевдопатриотические настроения. Никого, отродясь, не интересовало, как живут, какие проблемы реальные у русских за пределами. Если возвращаться к теме защиты русского населения, то, я думаю, одной туркменской истории хватит, чтобы, собственно, эту тему закрыть. 400 тысяч русских в Туркменистане были одним рощом импера туркменбаши привлечены в рабов, лишены всяких гражданских прав, да, вынуждены были за бесценок продавать свои дома, там были погромы. Путин за кусок среднеазиатского газа, за серую схему среднеазиатского газа, погуглите там, да, Лакрусло Могилевич, да, Средняя Азия, серые схемы газопоставок. За эти миллиарды газовые сдал 400 тысяч русских просто в рабство туркменбаши. И ничего. А в Украине, конечно, мы в рамках защиты русской культуры будем наносить авиаудары по дому-музею Григория Сковороды. Это очень сильный ход, я считаю, культурный. Виктор Анатольевич, а вот если вернуться все-таки к теме Украины, к теме 9 мая, после агрессии России против Украины, удастся ли каким-то образом на постсоветском пространстве реабилитировать этот праздник? Или он умрет вместе с путинской Россией? Вы знаете, что есть праздник. Весь мир отмечает день победы объединенных наций над фашизмом в 45-м году. Весь мир отмечает его 8 мая, потому что 8 мая в 11 вечера по Берлину была подписана капитуляция. Формальный повод, что в 11 вечера по Берлину это час ночи по Москве, позволил Сталину сыграть на этом и отрезать Россию от всемирного праздника. И прошу обратить внимание, это было сделано давно. Сейчас Сталин отрезал нас от мира. Он не хотел, чтобы мы праздновали вместе с американцами, с англичанами, со всем миром. И это не была победа объединенных наций, которую объявил Рузвель, объединенных наций. Это была победа советского народа над фашистской Германией. Сначала упоминали союзников, потом перестали упоминать. Сейчас уже официально, что мы воевали одни против всего мира, как и сейчас. Праздник 9 мая должен сгинуть вместе с империей. Есть 8 мая, день победы объединенных наций над фашизмом. Объединенных, в том числе там и огромную роль, главную роль, наверное, сыграла именно советская армия. Наши деды, мои деды, ваши прадеды. Вот в числе этих объединенных наций. Есть праздник, есть день памяти со слоганом «Никогда снова». Это день, который отмечают, не празднуют, отмечают все народы мира и будут отмечать. И когда Россия будет готова вынырнуть из своего морока и перестать праздновать, так сказать, биться в приступе победобесия, да, и грозить что-то повторить и повторять, значит, когда мы спокойно и радостно и достойно присоедимся вместе со всем миром, будем праздновать, отмечать день освобождения от фашизма и память тех, кто погиб на этой войне. А что нужно сделать, чтобы вот это вот «Можем повторить», которое сегодня РИА Новости запостило, чтобы оно превратилось в «Никогда снова», «Никогда больше войны», как это отмечает, как это говорит, вчера говорил весь мир? Вы знаете, ну, надо просто перестать, повторяю, надо перестать заливать в вену эту ядовитую дрянь, вот и все. Ведь это же не рукотворная вещь, это же не то, что погода испортилась и мы ждем, когда она улучшится, да. Это рукотворная вещь, это растление, которое происходит уже второе десятилетие уж точно напролет, растление нации. И 9 мая Путин оседлал это 9 мая, у него нету ничего за душой, он не может предъявить никакой своей победы, ничего, да. Все, все порушено, все, везде проигрыш, у России везде проигрыш в путинские годы, да. При невероятных козырях на руках, при невероятной экономической конъюнктуре и так далее, значит, впереди просто катастрофа. Единственное, что есть у него, это 9 мая, который он оседлал, он не выпустит его из рук. Вы спросили, что нужно? Нужно, чтобы исчез Путин и путинский режим. После этого, может, будет начать уже обсуждать, каким образом эффективнее, какой антидот дать этому лежащему в галлюцинации, да, телу государственному, да, вот этому инвалиду, которого отравили, закололи, да, вот этим буйным помешательством, этим победобесием. Вот, чтобы лечить этот народ от победобесия, нужно сначала просто перестать его разжигать, перестать кормить этим победобесием. Но, судя по вашему репортажу, все продолжается в нарастающей силе. Вы говорите, что проблема в том, что есть Путин, Путин исчезнет, и можно будет решать, собственно, и проблему победобесия, и другие проблемы в России. Кто-то говорит о том, что достаточно выключить российские пропагандистские СМИ на две недели, и ситуация изменится в головах россиян. Но действительно ли это так, или все-таки степень поражения российского общества, она гораздо больше? Ну, мы видели сегодня фотографии погибших во время спецоперации, которые люди приносили на акцию «Бессмертный полк», и, в общем-то, кажется, совершенно добровольно участвовали в том, что сегодня происходило в России. Конечно, конечно, нет. Ну, слушайте, я же не говорю, что Путин исчезнет, и на утро все проснутся, так сказать, с иным сознанием. Исчезновение путинской пропагандистской машины – это связанные вещи. Исчезнет Путин, исчезнет и пропагандистская машина через какое-то время, да? И вот через какое-то время можно будет начать выводить из этого состояния. Я не говорю, что это будет легко, это будет, я бы уже говорили об этом, мы, собственно, об этом только сегодня говорим примитивно к этим детям, буквы «Зю» в пилотках. Это будет мучительный процесс по шварцу. Работа кропотливая, хуже вышивания, да? Это очень-очень будет тяжелый, мучительный процесс, потому что в обратную сторону, да, возвращать мозги гораздо легче, чем компостировать, гораздо труднее, да, чем компостировать их. Это будет очень-очень тяжелый процесс. Но, значит, нам бы дожить до начала этого процесса. Пока мы видим только нагнетание этой ситуации. А вы же понимаете, что мы имеем дело уже с ментально поврежденным, так сказать, контингентом. Где там тупизна, где там стокгольмский синдром, где там, так сказать, где обманутые, где желающие быть обманутыми, а сколько, так сказать, бенефициаров этого процесса? Бенефициаров совсем немного. Я думаю, что примерно поровну, да, примерно поровну людей, людей по-настоящему обманутых, людей, которые боятся себе признаться, что их обманули.